Воскресное Евангелие о слепорождённом Сегодня на библейском портале Экзегет мы будем читать воскресное Евангелие о слепорождённом. Это 34-е зачало Евангелия от Иоанна, 9-я глава, с 1-го стиха и ниже. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения, ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым». Итак, мы видим, что Христос проходит рядом со слепорождённым человеком, и ученики задают резонный вопрос для того времени. Они спрашивают, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым. Надо сказать, что в понимании людей того времени человек мог родиться слепым даже за какие-то грехи и преступления, которые он мог совершить ещё в отчреве своей матери. Вот иудаизм того времени допускал некую провинность даже в таком состоянии. Тем более, что в книге «Исход», 20-я глава, 5-й стих, говорится о том, что Бог наказывает детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода, хотя в книге Иова вот такое представление о наказании, оно оспаривается. Итак, задан вопрос, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым. Иисус отвечал, не согрешил ни он, что родился слепым. Как человек может согрешить в очеве матери, не очень понятно, хотя равен и того времени так и учили. «Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нём явились дела Божии». То есть этот недуг, эта болезнь была попущена этому человеку для славы Божией. То есть Господь промыслительно сделал так, чтобы он родился таким, каким он родился, чтобы чудо его прозрения совершилось, как явное чудо Христа Мессии, о котором, кстати, у иудеев сохраняется до сих пор предание, что он должен исцелять слепых, хромых, прокажённых, что он должен ходить по водам и летать по воздуху. И здесь мы видим, что существовало такое отношение к болезни, к любой болезни. Это или за грехи человека, или это за грехи его родителей, скажем так, его рода, шем мишпаха, или это действительно к славе Божией. «Для того, чтобы на нём явились дела Божии», говорит Христос. «Мне должно делать дела, пославшего Меня», продолжает Христос. «Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать, доколе я в мире, я свет миру». Христос говорит, «доколе есть день», то есть пока он, Христос, жив. «Но приходит ночь, скоро Христос умрёт». Но в то же время здесь говорится, что он есть свет миру, то есть там, где Христос, там всегда день. И как учил Златоуст, там, где Христос, там всегда рай и небо. «Рай и небо». И когда Христос умирает плотью, душею он сходит в ад, и Златоуст говорит, что ад стал раем и небом, ибо где Христос, там рай и там небо. Он источник изначального света, который творится Богом, его божественным словом, речением, то есть логосом, сыном. Итак, Христос сказал, что он сам есть свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, пойди, умойся в купальне Силаам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Когда Христос говорит, «Я свет миру», этими словами Христос заранее объясняет смысл совершаемого чуда. Он – источник света. Силаамская купель, по-еврейски она называлась Шилуах, это источник в юго-восточной части Иерусалима. В нем черпали воду, которая как бы символизировала Божье благословение во время праздника Кущей. После пришествия Христа благословение Божие всегда дается через Его Христа посредничество. Этим объясняется, вероятно, что он избрал Силаам для исцеления физического, а в дальнейшем и духовного прозрения этого человека, слепорожденного. Таким образом, Иоанн, богослов, как бы сближает название источника с еврейским словом Шалаух, Шалаух, посланник по-гречески, апостол, по-еврейски посланник. Таким образом, у нас получается такая композиция, и сказал ему, пойди умойся в купальне Силаам, что значит посланный. То есть, этот человек оказывается посланным в эту купель, где собиралось много людей. И мы знаем из Нового Забета, что иногда в эту купель видимым образом сходил ангел, как предполагают современные экзегеты, вода начинала бурлить необычным образом, и кто первый входил в купель, тот мог получить исцеление. Подобное наблюдалось в нескольких источниках святого города, как действия Бога с открытием своего рика. Но есть и другое объяснение, почему Христос поступает таким сложным образом, плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему, пойди умойся в купальне селам. Христос, исцеляя людей, действует по-разному. На одних Он возлагает руку, некоторые только прикасаются к Его одежде, как тут же получают исцеление, а в случае с этим человеком очень сложное действие. Сначала связанное с брением, потом Господь отправляет его в села. Почему? Потому что мы разные. Мы разные. И кто-то может проявить великую веру, как римский сотник, который сказал, скажи только слово и выздоровеет мой слуга. Для кого-то, как кровоточивая женщина, надо прикоснуться к одежде Христа, на кого-то он должен возложить руку, но этот человек был слеп, и похоже, что это касалось его внутреннего духовного мира. Слепые нуждаются в неких соприкосновениях. И когда Христос мажет брением его лицо, отправляет его воды Силаама, скорее всего, Силаам, это было для него, для этого слепорожденного привычное место, и он неоднократно там мог совершать омовение. Он пошел и умылся и пришел зрячим. То есть Господь как бы соглашается с нашими представлениями об возможном исцелении. И если этот слепорожденный мог связывать Силаамом свои надежды на исцеление, Господь как сердцеведец, Он отправляет его в Силаам. И теперь Он умылся, Он приходит, Он зрячий. Я читал в одной книжке, что люди, которые рождаются слепыми, и потом зрение возвращается к ним, они переживают это как чудеса. Увидев цветы, человек религиозный, он может упасть на колени, начать молиться, увидев дерево, религиозный, слепорожденный, начинает благодарить Бога за такую красоту. Я однажды беседовал с одним подростком, ему было где-то 13-14 лет, он слепой, он слепорожденный, и я спросил его, как ты думаешь, что такое видеть? И он задумался и сказал, это прикасаться, не дотрагиваясь, без руки, ощущать глазами, ощущать глазами. Конечно, для человека, который никогда ничего не видел, возможность видеть, воспринимать, не прикасаясь, это некое чудо. Мы не можем оценить это чудо, потому что оно для нас является повседневностью. Недавно я смотрел видео, где была показана такая ситуация. Ребенок родился глухим, и специалисты смогли подключить к нему аппаратуру, чтобы он слышал голос матери, и мать впервые обращается к нему, и он ощущает ушами ее голос, и он приходит в такое волнение, но ее интонация, полная любви, и он радуется. Так и слепорожденный, когда он начинает видеть мир, он видит мир полный любви Творца, потому что Бог сотворил мир таким прекрасным из любви к нам, и у слепого появляется желание, когда он начинает видеть, за все прославлять и благодарить Бога. Многие люди являются духовно слепорожденными в том смысле, что они в окружающей реальности не находят причины для прославления Бога. Поэтому в Писании надо говориться «Имеющий уши дослышит, имеющий глаза довидит». «И главное, на что мы должны взирать, сказано, взирайте на начальника и совершителя жизни, то есть на Господа Иисуса Христа». А это можно сделать только очами веры, а это значит, среди нас очень много духовно слепорожденных, которые никогда не слышали наставлений о Боге. Но мы познаем Бога невидимого через рассматривание творений видимых, как пишет первоверховный апостол Павел в первой главе своего послания к римлянам. Далее мы читаем 8 стих и ниже «Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили «Это он, а иные похож на него. Он же говорил «Это я!» Это я. Когда неверующий становится верующим, его жизнь меняется. И те люди, которые знали его раньше, встретившись с ним, они не могут понять, что с ним произошло. Он стал другой. По-своему, он даже стал каким-то чужим для них, отстраненным от тех интересов, общих интересов, которые интересовали их всех, задевали их всех. но он знает, что это он. Поэтому он говорит «Это я». И как бы Христос не менял бы наш характер, чтобы мы ходили в обновленной жизни, мы знаем, что это произошло с нами. И для нас это тоже не меньшее чудо, когда вдруг мы начинаем распознавать, что какие-то страсти наконец-то покинули нас, какие-то грехи уже не повторяются в нашей жизни, и мы удивляемся и с удивлением говорим «Неужели это я? Неужели это я?» Такое удивление может проявить бывший алкоголик или бывший наркоман или бывший блудник, тогда спрашивали у него «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне «Пойди на купальню Силаам и умойся». Я пошел, умылся и прозрел». Наверняка многие из этих людей, которые знали его, они тоже ходили в эту купальню Силаам и тоже совершали омовение и кто-то тоже туда посылал, например, равены для того, чтобы они совершили микву, омовение, но их жизнь не менялась после этого. Их недуги оставались с ними с ними, они не становились более духовными. И в целом апостол Павел пишет, что многое из того, что делалось в Ветхом Завете, оно больше относилось до плоти, чем нежели до души человека. И здесь принципиальная разница между действиями Ветхого Завета и Нового Завета, как сказано в Евангелии от Иоанна, ибо закон произошел через Моисея, благодать и истина через Иисуса Христа. И христианское крещение не является омытием плотской нечистоты, но это прежде всего обещание Богу доброй совести. И Блажен Августин пишет, что когда вода крещения касается тела крещаемого, она омывает его душу и делает его безгрешным, чистым, и в знак этого на крещеного одевают белые одежды. И когда люди услышали, что какой-то человек совершил это чудо, они спрашивают, где он? Может быть, он поможет и им, этот человек, человек с большой буквы, который сотворил такое чудо? Он отвечал, не знаю. Встреча с Богом, она иногда ослепляет человека, потому что если из темной, темной комнаты зайти в ярко освещенную, то, наверное, потребуется некоторое время, чтобы твои глаза привыкли к свету. А Христос и есть свет, как Он сказал, «Я свет миру». И Он даровал этому человеку возможность видеть. Но когда Его спрашивают, где Он, то есть Христос, Он говорит, «Не знаю». Для Него Христос – это только человек. Да, человек с большой буквы, может быть, пророк, но Христос есть истинный Сын Божий, Бога-человек, истинный человек, истинный Бог в единой ипостаси. Повелись Его, бывшего слепца, к фарисеям. А была суббота, вот почему Его повели к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз Ему очи. Спросили Его также и фарисеи, как Он прозрел. Он сказал им брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу. Он уже опускает какие-то детали, что его отправили в Силамскую купель, скорее всего, он многим людям объяснял, что произошло, и уже устал от этих повторений. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса, и была между ними расприя. Значит, одни говорили, что если этот человек творит чудеса в субботу, то он не от Бога. Другие говорили, а как тогда может человек, если вы его называете грешным, творить такие чудеса? Неужели Бог слушает нарушителей закона? И была расприя. Христос – это камень раздора для всего человечества, и споры о Христе не прекращаются ни на мгновение во всем мире по-прежнему, идут эти дискуссы, споры, диспуты, обсуждения. Опять говорят слепому, ты что скажешь о нем? Они как бы истощили аргументы с точки зрения одной позиции, потом другой, и теперь опять обращаются к этому исцеленному. ты что скажешь о нем, потому что он отверст тебе очи. Он, вот этот бывший слепорожденный, сказал, это пророк. Пророк в понимании евреев того времени это самый высокий уровень, которого может достичь человек, пророк. тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, таколи не призвали родителей всего прозревшего и спросили их, это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым, как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ, мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем, сам в совершенных летах самого спросите, пусть сам о себе скажут. Вот в этом ответе его родителей мы видим их страх перед представителями религиозного эстаблишмента, которые могли донести любое такое дело до суда, сангендрина, то есть синедриона, и людей могли бы даже забросать камнями. Так отвечали родители его, потому что боялись, боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучить от синагоги. А что значит отлучить от синагоги? Ни один сосед еврея тебе не даст соли, воды, тебя будут выживать из того квартала, из того дома, из того подъезда, где ты живешь. И мы знаем, что происходит даже в современном Израиле, когда какая-то еврейская семья становится христианской. Недавно я читал о том, что один еврей, христианский пастор, он протестант, он со своей семьей жил в Израиле, и он свидетельствовал о Христе как мог. И тогда прислали письмо со взросчаткой, и его сын несовершеннолетний открыл это письмо, их хлопнул взрыв, мальчику опалило все лицо, там вышибло окна, по-моему, ребенок еще и оглох. Это было предупреждение. Тебе нет тут места с твоей семьей. Жестоко, но решительно. Конечно, государство Израиль борется с такими проявлениями фанатизма, потому что в своей основе сейчас это уже светское государство и менее религиозное. Таким образом, возможно, Господь готовит их к тому, чтобы, избавившись от суеверий раввинистического иудаизма, они бы вернулись к вере своих отцов через принятие Христа, о чем говорится в последней главе последних двух стихах книги пророка Малахи. Родители его сказали им в ответ, мы знаем, что это сын наш, что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, потому что их могли отлучить от синагоги, посему-то родители его и сказали он в совершенных летах самого спросите. Зачем они уточняют, что он в совершенных летах? Потому что по закону, если он несовершеннолетний, что-то совершает, отвечают родители, а если он в совершенных летах, они уже не отвечают за него. По крайней мере, так строго, как могло бы это быть. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, воздай славу Богу, то есть за то, что ты прозрел, мы знаем, что человек тот грешник. То есть забудь об этом человеке, забудь об Иисусе, ты исцелен, вот думай об этом, и ты будешь жить в согласии с нашими пониманиями, в единстве со своим народом. Современный мир также пытается изгнать Христа. Например, на Западе запрещено такое словосочетание Рождество Христово. можно праздновать Рождество, но без уточнения, что Рождество Христово. Это как бы праздник рождения, жизни, новой жизни. И это на Западе уже как бы не относится ко Христу, потому что из рождественских оформлений в магазинах, на улице убирают любое напоминание о Христе. Вера в Бога человека, Христа Иисуса становится неудобной для этого мира, ее пытаются отодвигать, задвигать. Есть экуменические богословы, которые сформировались в христианском мире, пасторы. Они открыто говорят о том, что догмат о Богочеловечестве Христа и догмат о Святой Троице – это неудобные догматы для экуменического диалога с мусульманами или с аудеями. Это догматы, которые мешают. И вот этому человеку ему говорят «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник». Он как бы ни при чем тот человек. Он сказал им в ответ «Грешник ли он? Не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Вот то свидетельство, которое мы можем явить миру. Христос исцелил нас от распутного образа жизни, от пьянства, от табакокурения. Христос есть источник нашего исправления. Он действительно свет, который просвещает все языки и не замыкает этот свет на националистическом эгоизме отдельно взятого народа. На чем бы настаивали бы иудеи. «Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Сравним эти его слова с тем, что сказал Христос. «Да коли я в мире, я свет миру». Снова спросили его, что сделал он с тобою, как отверст твои очи, они хотят как бы отделить Христа от того чуда, которое произошло. Христос ни при чем. Как бы мы могли быть нормальными людьми без всякого Евангелия, без всякого христианства, как один телеведущий сказал, что трагедия России заключается в том, что она избрала православие. А зачем мы бы жили бы как в Италии, во Франции? Это трагедия. Снова спросили его, что сделал он с тобой, как отверст твои очи, отвечал им, я уже сказал вам, и вы не слушали, что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками? Здесь мы чувствуем раздражение его, он устал от этих бесконечных допросов, они же укорили его и сказали, ты ученик его, то есть этого Христа, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, всего же не знаем, откуда он. Человек прозревший сказал им в ответ, это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Как я уже сказал, Европа вытесняет любое напоминание о Христе. Но как возникла эта Европа? Разве не христианская церковь объединяла разные племена, дикие, варварские племена, в том числе под знаком Креста? Разве не церковь в Европе несла просвещение, грамотность, оказалась началом цивилизации этого западного мира, поэтому попытка отказаться от Христа попытка расцерковления, то, что сейчас мы видим в западном мире, это суицид западного мира. И уже там появились орды разноплеменные, чтобы занять место, ибо там, где из Христа образуется пустыня, а в пустыне может обитать все, что угодно. Кто-то предлагает этот путь западного европейства и нам, но это суицидальный путь, это тупиковая цивилизация, которая не может уже воспроизводить сама себя, которая отреклась от идеалов западного христианства прежде всего, а православие они и не знали. И когда этот человек так решительно, немножко раздраженно говорит им, сказали ему в ответ, «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» и выгнали его вон. В понимании иудеев того времени, если человек бедный, если этот человек слепорожденный, то как минимум он наказан за грехи родителей или свои какие-то грехи, или вот то, что он бедный, это очевидное доказательство того, что весь его род, вся фамилия, Шем-Миш-Паха, все они нечестивые, потому что в их понимании богатство это и есть награда за праведность и благочестие. А больной как бы непонятно для чего существующий элемент, поэтому они говорят, во грехах ты весь родился и ты ли нас учишь и выгнали его вон. Иисус услышав, что выгнали его вон и найдя его, сказал ему, ты веруешь ли в Сына Божия? Вот в каком случае Христос готов найти меня, тебя. Когда мир выгонит нас, когда мир оскорбит нас, когда мир откажется от нас, когда мир посмотрит на нас, как на самых грязных и нечестивых, тогда Христос, который пришел в этот мир спасать неправедных и грешников, он подойдет. И только один вопрос тогда будет иметь значение – ты веруешь ли в Сына Божия? Когда в Кесарии Филипповой апостол Петр исповедовал Иисуса Сыном Божиим и Мессией, Христос сказал, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Который присущий на небесах. И Христос задает вопрос, ты веруешь ли в Сына Божия? А ты, брат, ты, сестра, веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал, это простой человек, а кто он? Господи! А кто он? Господин! Он называет его, конечно, Господином, потому что он еще не уверовал в него, как в Господа. Чтобы мне веровать в него, Иисус сказал ему, и видел ты его, и он говорит с тобою, он же сказал, верую, Господи! И здесь уже действительно он называет его Господом и поклонился ему. В Библии сказано, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И когда апостол Петр исповедовал Христа Сыном Божьим, то есть Богом, Христос указал ему на то, что сам Отец Небесный открыл ему это. В данном случае Отец Небесный открывает этому человеку эту великую тайну через Своего Сына. Ибо никто не приходит к Отцу как только через Меня, это говорит Христос. И поклонился Ему и сказал Иисус на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Речь идет о том, что он источник исцеления. И он пришел судиться со своей ветхозаветной церковью, как судится жених с неверной невестой, которая не сохранила своего достоинства, совершила акт суицида, отказавшись от веры патриархов и пророков ибо все патриархи и пророки верили в грядущего Христа Мессию. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели мы слепы? Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Инвалиду можно простить многое. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. И вот то, что происходит с современным западным миром, они были воспитаны святителями древней западной церкви, они были воспитаны богословием западной церкви, проявление этого воспитания, огромные прекрасные соборы, прекрасное грегорианское пение и акт суицида нравственного и морального. Они не хотят знать Христа. Поэтому к ним относятся слова Христа. Христос говорит, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Ведь в западную Европу приходили апостолы, в западной Европе были сонмы мучеников, подвижников благочестия, божьих пророков и кому сколько дано, как мы знаем из Библии, с того столько и спросятся. А мы в глазах современного мира, варварская Россия, какая-то окраина цивилизации, да, мы были слепы вот в этот большевистский период 70-летнего Вавилона, но теперь мы читаем Библию, теперь мы веруем в Иисуса Христа, мы приступаем к таинствам церкви, мы живем этим, мы прозрели. Хотя многие-многие из россиян родились в атеистических семьях и были духовно слепорожденные, но Христос, который есть свет мира, этот свет и во тьме атеистического безбожия светил, и тьма не могла его поглотить. Я свет миру, говорит Христос, этот свет стремится проникнуть в душу каждого из нас и облистать ее сиянием Божества. И если твоя душа как некий ад и преисподняя, ты уже знаешь из сегодняшней беседы, что Христос сходил и во ад и облистал его сиянием Божества, может быть, дьявол настолько сковал твою душу, что ты как парализованный, имея глаза, ты не видишь, имея уши, ты не слышишь, Христос силен сокрушить власть дьявола над тобою и даровать тебе свободу и радость общения в Боге и с Богом, чтобы во свете его мы узрели свет. поздравляю всех вас с этим воскресным днем и с той возможностью, что мы сегодня рассматривали уроки, которые связаны с 34-м зачалом воскресного Евангелия по тексту Евангелия от Иоанна. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. «Экзегет»